Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами встречаемся в очередной раз в рамках 72-й передачи программы «Конституция. Мы» на НБК Саха. В студии автор и ведущий, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессор юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Ким Кемен Александр, гость студии, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия Николай Николаевич Дегтярев и тема сегодняшнего разговора «Реализация консольных прав граждан и объединение на труд. Роль профсоюзов в защите социально-трудовых прав граждан в Республике Саха-Якутия». В проведении нашей передачи помогают наши режиссеры Мария Сунхадырова и Николай Слепцов Айдын. Добрый день, уважаемый Николай Николаевич, рад вас видеть. Ну и, конечно, вот прошлый год был знаменателен тем, что по решению главы Республики Саха-Якутия проводился год труда. В скором времени у нас начнутся первомайские акции. С этой точки зрения, я думаю, что наш разговор очень актуальный. Начнем с того, что в 2000 году у нас в Республике по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева был принят закон о социальном партнерстве в Республике Саха-Якутия. Как вы оцениваете реализацию данного закона в нынешнем времени, в современности? Все-таки прошло почти четверть века. Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители. Этот закон в действительности сподвигнул еще раз работе профсоюзов уже в новых реалиях. Вы знаете, если в советское время профсоюзы, как говорили, были школой коммунизма, то сейчас в новых реалиях это действительно общественная организация, защищающая интересы, права членов профсоюзов. Ну и в целом, как раз в рамках социального партнерства представлять интересы трудящихся. Поэтому хочу сказать, что у нас в Республике все-таки институт социального партнерства состоялось. Как вы знаете, у нас подписываются ежегодно трехсторонные соглашения между объединением работодателя, правительством и профсоюзом. Буквально в прошлом году мы подписали новое соглашение. И здесь, что главное, все у нас наработки, в части улучшения социальных, предоставленные социальные гарантии, они все сохраняются. Ну и в связи с тем, что у нас началась специальная военная операция, в первую очередь мы обратили внимание на дополнительные льготы и гарантии не только военнослужащим, а членами их семей. Ну вы об этом все хорошо знаете. И сейчас она не стоит на месте. Постоянно обновляется дополнительные льготы и гарантии. Очень хорошая информационная, объединенная по льготам и гарантиям. У нас брошюра передоставляется управлением юстиции. Поэтому мы в курсе. И эту информацию мы доводим до всех своих членских организаций. Ну и мы ежегодно подводим итоги нашей деятельности, реализации данных соглашений. И на протяжении последних лет оно признается эффективным. Это говорит о том, что если более 75% исполняется, то оно является эффективным. Ну вот по прошлому году мы совсем недавно также подводили итоги на республиканской трехсторонней комиссии. Это уже более 90%. И ну были времена, были ранние времена, когда мы выражали особое свое мнение. При том, что более 70% эффективность показывала, но снижалась реальная заработная плата. С чем, конечно, мы на это обращали особое внимание. Ну пока, так скажем, стороны очень конструктивно взаимодействуют. Поэтому, ну здесь в части социального партнерства, вы знаете, у нас и свой закон территориальных трехсторонней комиссии, где, конечно, есть вопросы. Вопросы создания и координационных советов. Вот сторон, да, проблема в чем? У нас в районах отсутствуют объединения работодателей. Большинство, если даже взять компании, предприятий, то это филиалы. Вот этот вопрос остро стоит. Ну и вот по последнему, по прошлому году у нас, не вот так же у нас с нашей стороны, не во всех есть координационные советы. Мы этот вопрос поставили задачей этого года, чтобы во всех, особенно в северных районах, сторона профсоюзов как координационные советы была. Потому что на уровне муниципальных образований также принимается достаточно много нормативно-правовых актов касательно социальной трудовой сферы. Ну, прежде всего, это, конечно, вопросы оплаты труда. Ну, понятно. Ну, в рамках трехсторонней комиссии, конечно, одним из заботчиков является Федерация профсоюзов, но и правительство вот в последние годы действительно поддерживает. А вот с точки зрения объединения работодателей, кто возглавляет и насколько они активны? Да, вот до этого года стороной работодатель, вот глава Марина Чапавла Алексеевич, он был генеральным директором «Алмаза-Лабара», но вы знаете, уже он был передназначен, ну, избран президентом компании «Алроса-Сейчас», прошел съезд работодателей и уже назначен, то есть избран Чикачоп, он генеральный директор ГУБШКХ. Да, поэтому в однодулевном составе, ну, я надеюсь, что и в дальнейшем у нас будет очень конструктивный, и ранее это, даже вот мы говорим о объединении работодателей, они, ну, на моей памяти всегда поддерживали нашу позицию. Но здесь вот как раз на прошедшем съезде у нас 3-5 апреля проходил 12 съезд в НПР. Здесь Михаил Викторович Маков очень правильно отметил, что у нас в объединении работодателей не все работодатели входят, здесь тоже у нас такая ситуация, всего лишь 28 предприятий, предприятий, организаций, крупных компаний, а большинство, к сожалению, не входит. И поэтому вот задача стоит, чтобы все-таки, и об этом не раз мы в профсоюзе говорили, чтобы все предприятия организации входили в объединение работодателей. Но, с другой стороны, они, как бы не участвуя в этом социальном партнерстве, когда принимаются решения, ну, также, на моей памяти, фактически не было такого случая, чтобы кто-то отказывался от присоединения нашим соглашениям. Значит, они, это, если отказа нет, то это уже к исполнению, это затрагивает всех. Поэтому, ну, в любом случае, было бы хорошо. Сейчас очень много без, так скажем, охвата у нас остается, особенно, малый и средний бизнес. Вот это, при этом численность их ежегодно растет. Поэтому, ну, у них и с их стороны заинтересованность должна быть. У нас, как бы, сторону работодателей представляет союз товаропроизводителей. Но у нас, в республике, есть торгово-промышленная палата, где, вот, как раз бизнес более представлен. Поэтому, и с этой точки зрения, мы должны эту, ну, и совместно с правительством, работодателем этот вопрос как-то решать. Ну, вот, совершенно верно, вот, то, что вы подмечаете какие-то узкие места, нерешенные проблемы. Мы, вот, у вас есть хорошая традиция ездить в муниципальные образования, проводить в ней федерации профсоюзов совместно с другими, значит, учреждениями и так далее. Я думаю, что, вот, это дает тоже определенный импульс развитию социального партнерства. А что касается, вот, создания, значит, координационных советов в рамках реализации трехсторонних соглашений, муниципальных образований, конечно же, эта задача большая. Я думаю, что при активном участии объединения работодателей, которые, вот, возглавил Чикачев, он же народный депутат республики, а сфера жилищно-коммунального хозяйства, это она разветвленная структура, да, я думаю, что это тоже в какой-то мере поможет. Вот, я знаю, что вы выступали на съезде ФНПР, это был 12-й уже по счету. Какие вы внесли предложения, на что вы сделали акцент? Ну, если кратце о съезде, как я уже сказал, в историческом таком колонном зале проходил, ну, конечно, это отчетно-выборное, поэтому мы заслушивали отчет работы Генерального совета, за последние пять лет, и заслушивали отчет контроля и ревизионной комиссии. В целом, работа Генерального совета была признана удовлетворительной, а отчет контроля и ревизионной комиссии утвержден. Съезд принял 15 резолюций по всем направлениям деятельности, и вот пятое направление – это север будущей России. Поэтому вот касательно этой резолюции, ну и, конечно же, мы, когда перед участием на съезде тоже собирали все наши членские, их предложения, и на основе этого я выступал. Конечно, за пять минут все высказать невозможно, но я останавливался на основных вопросах. Это, прежде всего, очень все равно на многое население затрягивает вопрос пенсионного обеспечения, возврат прежнего пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера. Это все-таки у нас и в предыдущих резолюциях, и Генерального совета оно остается, так что с повестки дня не снимается, хотя оно отложено, пока не рассматривается. Вопрос сохранения районных коэффициентов, выезжающих из районов Крайнего Севера. Вопрос досрочного выхода на пенсию творческих работников, в связи с тем, что и возраст увеличен. Для них это достаточно сложно. Пять лет конкурировать с молодежью сложно, поэтому надо этот вопрос рассматривать. Ну и, конечно же, самый затрягиваемый вопрос всех наших членов профсоюза – это вопросы политики оплаты труда. При имеющемся законодательном, вот 130-134 статье Трудового кодекса об инвекции, к сожалению, не всегда принимаются такие же. Ну, если хозяйственные субъекты, то через коллективный договор все-таки там регулирование есть. Ну, здесь вопрос, когда и в каком размере стоит. Вот мы ежегодно вот с правительством, поэтому вопросы очень спорим и иной раз поддерживается, но вопрос индексации оплаты труда бюджетных работников. Там четко говорится, что необходимо принять порядок. К сожалению, ни в одном регионе данный порядок не принят. И все время исходит от возможностей бюджета. Так не должно быть. Но вот за последние годы и в этом году все-таки правительство в этом вопросе идет на встречу. Вы знаете, с 1 января у нас индексация оплаты труда проще категории 5,5. Ну, а в целом для вот селевых категорий, оно зависит от средней трудовой доходности, статистических данных. Ну, на самом деле, вот в этом году ранее вот общая такая направленность постановления принята. Сейчас все министерства, ведомства разрабатывают новые положения. Вот у нас, как вы знаете, помните, вот, ну, так скажем, социальные выплаты назначаются. Единовременные, да, в связи с пандемией было для пенсионеров, плюс вот для врачей, для учителей. Ну, там у нас вопрос в чем стоит? Справедливость. Там единая сумма по всей стране. А мы говорим о том, если 5 тысяч в средней полосе России, 5 тысяч совсем другая цена. Поэтому говорим, чтобы хотя бы учесть наши районные коэффициенты, установленные правительством Российской Федерации, 1,4. Было бы это справедливо. Следующий вопрос, это вопрос детского отдыха. Ну, вы, наверное, помните, до 2011 года у нас был свой закон отдыха детей вне зависимости от места и времени отдыха родителей. Компенсация проезда в отпуск. И мы хотим в связи с тем, что достаточно сложно сейчас и для Арктики. Не все работники пользуются проездом в отпуск. Но дети там надо, чтобы организовать и групповые. Этот вопрос все-таки надо затронуть. Вот эти вопросы. Ну, и вот по медицине. Вот наше здравоохранение говорило о том, что вся система сейчас работает. Система АМС. Зарабатыванием денег. Хотя нам это не нравится. Но для северов, как было отмечено, очень сложно вот эти подпасть, вот эти нормативы и денег, ну, даже на заработную плату оплатить. Поэтому они выступили с инвестивой, хотя бы для арктической зоны установить смертное финансирование, а не от тем, ну, как от осмотров. Поэтому вот эти предложения высказаны. Некоторые предложения уже отражены по индексации, по возврату прежнего пенсионного возраста. Они отражены в резолюциях съезда. Но вот по итогам съезда сейчас ФНПР формирует новый комплексный план и реализации решений съезда. И очень надеюсь, ну, план действий там будет, и очень надеюсь, что высказаны мной предложения, но не тут отражение там. И я после съезда, и когда проводил съезд, и с коллегами разговаривал, они одобрили мои предложения, ну, и будем дальше работать. Ну, я думаю, что вот действительно, когда целое направление, вот, выбрано, да, север, будущее России, принята отдельная резолюция, это уже здорово. Потому что, я думаю, что не случайно наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин говорит о том, что Арктика – это будущее. Ну, и сейчас идет большая борьба за Арктику. Многие, наверное, территории, страны, которые даже никаким образом, так сказать, к нему не приобщены, но, тем не менее, имеют определенные притязания. Вот с этой точки зрения, конечно же, здесь важно не только, вот, как говорится, военное присутствие, да, но и, самое главное, популяционная составляющая, что вот на севере рыбаки, охотники, оленеводы выполняют важную охранительную функцию государства. И то, что вы выступили, и эти инициативы прозвучали. А вот присутствие и выступление Владимира Владимировича Путина, немного расскажите, какие акценты растут? Ожидаемо было. На второй день он принял участие. В своем выступлении Владимирович останавливался, ну, то, что он высказал в послании. Он обратился к нам, профсоюзам, чтобы мы поддержали реализацию новых национальных проектов. Прежде всего, это проект кадры. Ну, что, сейчас самый вот такой, ну, как и статистика показывает, очень самый низкий, ну, как, безработица на самом низком уровне. Но при этом, вы знаете, если взять рынок труда, у нас нехватка рабочих профессий, высококвалифицированных. Эта задача стоит, и сейчас действующий проект, профессионалитет, она будет продолжена. Поэтому здесь сказал Владимир Владимирович, обязательно, чтобы мы приняли в этом самое активное участие. И, в действительности, ну, я уже в наблюдательном совете по проекту профессионалитет, будет подготовлено 1 миллион вот этих кадров средней специальности. Очень важно. Ну, это хорошо. Вот дальше, вот, в рамках этих акцентов, вот, как профсоюзный актив это воспринял? Ну, конечно же, мы всегда говорим, что Владимир Путинь, наш президент, он всегда поддерживает профсоюзу, он высказал уверенность. Ну, в начале своего выступления он поблагодарил за нашу активную позицию. Ну, и вот дальше, это не только профессия по возобновлению экономики, да? Владимир Владимирович, здесь фактически сказал, чтобы мы были не с театрами. Вот, повышение производительности труда. Высказали работодателям предложение, чтобы прошивать их. Да, это действительно важно. Я думаю, что мы после рекламной паузы еще продолжим этот разговор на важную тему. Будьте с нами. Еще раз приветствую, дорогих телезрителей и радиослушателей, в эфире программа «Конституция и мы». У нас гостя в студии и председатель Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия Николай Николаевич Дегтярев. Ну вот, Николай Николаевич, продолжим наш разговор. И действительно, это очень большое, знаковое событие участия президента страны на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Прошу вас продолжить рассказ о том. Да, в дальнейшем также он просил принять самое активное участие по реализации также будущей. Это про молодежь, да. Вы знаете, сейчас также очень активно действует, но движение первое. Это детское движение. Он попросил, чтобы профсоюзы приняли участие, ну, с точки зрения как наставников. Взять на контроль вот это движение, и мы уже в последующем часу уже об этом будем думать. Самое главное – это по реализации новых положений оплаты труда. В политике оплаты труда, вы знаете, в своем послании на этом он останавливался, что новая система оплаты труда для бюджетных работников в пилотном проекте в 2025 году, а полностью переход в 2026 года. Мы очень долго ждем. Заявлено анонсировано было министерством еще три года назад, но все время откладывалось. Сейчас мы видим уже не только образование и здравоохранение, но в целом бюджетную сферу. И он попросил, чтобы мы взяли этот вопрос на особый контроль. Также и ранее он говорил о том, что майские указы 2012 года должны исполняться. Мы в своей работе ведем общественный контроль по реализации этого указа. Здесь хочу сказать, что достаточно сложный вопрос. Недавно мы с министерством образования этот вопрос рассматривали. Речь идет о единых окладах в целом по стране, и при этом существенное ее повышение. Вот минимальный, если взять по образованию, это 23 тысячи. У нас в настоящее время самый высокий оклад где-то 11-12 тысяч. Вот, скачок такой. Но мы всегда говорили о том, что минимальный размер оплаты труда – это минимальный оклад, минимальная тарифная ставка. Если взять хозяйский субъект, в своих отраслевых соглашениях они уже к этому перешли. Переходят и перешли. А вот в бюджетной сфере этот вопрос остается открытым. У нас ежегодно единые рекомендации принимаются. Там четко говорится, в отраслях в образовании оклад должен быть 70%, в зараханее 60-65%, в культуре 50-55%. Мы близко к этому еще не подошли. Поэтому сейчас образование нашей республики уже готовит расчеты. И при этом, в конце-то концов, очень правильное решение, исходя из 18 часов. У нас статистика все время показывает достигнутый уровень оплаты труда. Но когда мы рассматриваем внутри, какая ситуация, это за счет переработки, за счет дополнительных в среднем 24-30 часов на учитель. Это очень большая нагрузка. И мы говорим, что вот этот уровень СТД должна быть достигнута за 18 часов. И плюс к тому, там замещение, даже и коммунальные компенсации, коммунальные услуги туда учитываются. И как будто бы у нас очень высокий уровень по учителям. На самом-то деле не так. И чтобы или в пилотном, или все-таки вести в 2025 году. Вы же знаете, у нас бюджет рассматривается уже с мая месяца. До мая Министерство образования должно эти расчеты уже сделать. Ну и не только в системе образования. Вот зарохранение тоже подготовило. И там достаточно тоже серьезно. Но пока по зарохранению мы никакого проекта не видим. А вот образование уже, у них есть приказ по федеральным учреждениям. И такие высокие оклады у них уже установлены. Вот. Это будут достаточно изменения. Ну и вот также президент же поручил повышение оплаты труда профессорского фундаментальных наук. Уже оно будет действовать с 1 сентября этого года. Поэтому также этот вопрос будет взять нами на контроль. Ну в целом президент всегда, когда встречается с профсоюзами, обращает внимание на деятельность. Он нас поддерживает. И благодаря ему действует все-таки достигнутый показатель. Ну совсем недавно у нас МРОД не достигал праздничного минимума. Только в 9 регионах, в том числе республики Саха-Якутия, этот показатель был достигнут. Ну вот уже постепенно дошли до МРОДа, то есть до праздничного минимума. А в своем выступлении Михаил Викторович уже затронул вопрос потребительского бюджета. Это достаточно выше, чем праздничный минимум. Даже по Российской Федерации она составляет более 42 тысяч. Уже президенту он сказал, что идти надо. С учетом того, что президент сказал до 30-го года, МРОД достигнет 35 тысяч. Также вот президенту Михаилу Викторовичу останавливается тоже, опять же, под социальным партнерством. Не все, как сказано и в Генеральном соглашении, и в нашей работе, не все вопросы социально-трудовой сферы принимаются в законы или постановления с учетом мнения профсоюзов. Вот на это обратил особое внимание, и как тоже вот и у нас, и в целом по стране, то, что объединение работодателей не входит все работодатели, этот вопрос тоже он поднимал. Поэтому надеемся, что по высказанным предложениям со стороны нашего председателя ФНПР, эти вопросы уже найдут отражение, ну, поручение президента нашей стороны правительству. Ну, замечательно. Николай Николаевич, ну, буквально менее чем через две недели у нас Первомай, и в рамках традиционных акций первомайских, какие будут проведены мероприятия, на что будет обращено больше внимания? Ну, и ранее исполком ФНПР принимал решение о проведении Всероссийской Первомайской акции, и там было рекомендовано проведение республиканских, территориальных, трехсторонних комиссий, да. Ну, вы понимаете, ситуация достаточно сложная. Мы очень долго консультировались с нашими правоохранительными органами, и по их рекомендациям воздержались от проведения в этом году демонстраций и митингов. Ну, как и говорил, Первомай, оно всегда в наших душах, оно должно проходить. 26-го у нас пройдет расширенное заседание республиканской трехсторонней комиссии. Вы знаете, совсем недавно вышли стратегические указы главы республики Сахар-Якутия. Мы эти вопросы обсудим. Конечно же, обсудим резолюцию Первомайскую. Также у нас уже традиционно чувствуются наши трудовые династии. Этот год, год семьи особенно, поэтому буквально недавно прошла комиссия. И вот если раньше по 5 человек, в прошлом году в связи с годом труда 10 семей мы включили в Книгу почета, то в этом году также в связи с годом семьи 10 наших трудовых династий будут включены в Книгу почета Республики Сахар-Якутия. И мы будем их чествовать. Ну а в целом мы предлагаем всем муниципальным образованиям проводить собрание коллективов, чествовать людей труда. Трудовые династии будут объявлены, также уже объявлен конкурс на лучшее оформление фасада при 5 учреждений. Также в год семьи будет фотоконкурс Первомай моей семьи. Так что вот эти условия все у нас на нашем сайте, телеграм-канале оформлены. Пожалуйста, участвуйте, принимайте участие. Я всех приглашаю. Ну а в целом, как я уже говорил, сложности. Ну и также у нас в этом году, год труда в прошлом году был издан указ об учреждении премии главы человек труда 30 числа. Состоится торжественное обучение премии главы лауреатом. Также комиссией уже они определены. Люди всех профессий, так скажем, со всех отраслей. Поэтому это наша гордость. И вот очень многие, когда я говорю об этом, ну делюсь опытом с коллегами, очень все завидуют, что и год труда у нас прошел, и вот это остается премия главы. Вот такая ситуация. У многих регионов такого нет. Да, это замечательно. Вот обратимся к вопросам охраны труда. Какова статистика несчастных случаев на производстве, и какое внимание уделяется работодателям для улучшения этого состояния с точки зрения обеспечения безопасности, должных условий труда? Вот ваша оценка. Конечно же, это один из главных наших направлений работы, обеспечения безопасных условий труда. Работающий человек должен в настроении приехать, поработать и живым, здоровым вернуться в свою семью. Буквально вчера был проведен наш бюджетовская комиссия по охране труда, правительственная. Подводили итоги. Итоги, ну, если взять статистику, у нас все-таки снижение идет. Общая численность несчастных случаев. Но по прошлому году это достаточно серьезный вызов. В прошлом году у нас более двух раз увеличилось несчастный случай со смертельным исходом. Вот это наш всех беспокоит. И не зря, а также на съезде был затронут вопрос об снятии запрета надзорной функции надзора гострудинспекции. Мы считаем, что все-таки и это также повлияло. Но в большей степени, конечно же, это некачественное, так скажем, условие труда, организация труда. Здесь в основном, конечно, у нас добывающая промышленность, как ежегодно. Но вот в прошлом году прибавились и бюджетные организации. У нас серьезные дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. Вот поэтому, ну, как мы и ранее настаивали, чтобы эти вопросы сразу же, во-первых, чтобы была профилактика. Во-вторых, если такие серьезные со смертельным исходом, с тяжелым последствием, обязательно рассматриваются ответственность в Министерстве обвинения с приглашением руководителей данных предприятий и организаций. Ну, как бы это рассмотрели, вот вчера первый заместитель министра геологии отчитывался, но на самом-то деле более. Поэтому вчера приняли решение вернуться и однозначно, чтобы все министерства, ведомства по данному вопросу отработали. И при этом Георгий Михайлович, заместитель председателя правительства, очень правильно отметил. Вот мы все время вот в своей работе исходим от крупных предприятий и организаций. А вот где очень много малый и средний бизнес, да, у нас и индивидуальные предприниматели, они находятся в стороне. И также по прошлому году и у нас, и у них происходили несчастные случаи, ну, и при этом они не охвачены профсоюзом. И мы не можем провести вот это. Поэтому здесь необходимо также в целом рассматривать, и чтобы ведомство, министерство, ведомство рассматривали вопросы с участием их. И вот также вот и торгово, через торгово-промышленные палаты, объединением работодателей. На это обратить особое внимание. Ну, конечно же, прежде всего, должна быть профилактика. В связи с тем, что сейчас надзорная функция, ну, как контроль под запретом, ну, есть профилактические визиты. И сейчас госстрофинспекции, мы в этом году обновили наше соглашение и будем принимать участие вот в профилактических визитах, совместные, ну, и воспользоваться ситуацией и посещать трудовый коллектив. Вот, поэтому на это, вот охрана труда, в любом случае, это вопрос номер один. Спасибо, Николай Николаевич. Теперь давайте обратимся к правозащитной деятельности профсоюзов. Ну, пользуясь случаем, хотел бы поздравить Барковскую Наталью Ивановну, да, по итогам 2023 года глава республики присудил ей государственную премию имени Михаила Михайловича Федорова, потому что эта премия присуждается лучшим из лучших. И это говорит о том, что правозащитная работа Федерации профсоюзов поставлена на должном уровне. Какие акценты сегодня расставлены? Ну, мы, несмотря на то, что в Федерации есть и отраслевые профсоюзы, рискомы, мы никому не отказываем в предоставлении различных консультаций. Тем более, в большей степени, по итогам мы смотрим, обращаются вообще не члены профсоюзов. Такая ситуация. Но в любом случае, в рамках и бесплатной юридической помощи населению, и в целом своей работе мы всем оказываем помощь. И действительно, если вот сейчас, ну, наша правовая инспекция всего лишь два человека, но и мы вот хотим все-таки расширить институт нештатных правовых инспекторов. Проводятся обучающие семинары, сертифицированные, ну, чтобы были удостоверения, чтобы представлять интересы. И здесь хочу отметить, что в целом, если смотреть, то, ну, вот мы тоже подводили итоги за последние годы. Эффективность от наших правовых инспекторов, это более 17 миллионов люди получили за счет их, защиты их интересов. По обращениям в суд. Да, по обращениям в суд. Также 14 человек по прошлому году, ну, то есть не по прошлому, а в целом за три года восстановлены на работе. Это как будто бы мало, но с другой стороны, мы же говорим о том, что мы все-таки работаем в первую очередь в рамках социального партнерства. Мы доводим до суда в крайнем случае, а в большей степени все-таки мы, работая с работодателями, они учитывают мнение и прислушаются к профсоюзам. И когда я вот тоже с коллегами разговариваю, они все время говорят, что от судов не выходят. А мы, наоборот, судов мало, но все-таки мы... Николай Николаевич, ну, я хотел бы вас поблагодарить за эту интересную содержательную беседу. Поздравляю вас с наступающим Днём Республики, поздравляю вас с наступающим Международным Днём, Первомайским праздником. И желаю всяческих успехов нашим профсоюзам. Спасибо.